Москва, 28 мая, РИА Новости. Попавшая под санкции США группа N+, Олега Дерипаски попросила у правительства льготы на энергорынке, пишет газета Коммерсант. Отмечается, что, если эти льготы примут, общая ВГДН+, Русала и Евросибэнерго может исчисляться десятками миллиардов рублей в год. Так, 15 мая N+, направила вице-премьеру Дмитрию Козаку предложение по поддержке. В прошлый понедельник чиновник поручил ведомствам сформировать позицию, пишет издание. Продолжение N+, основные идеи N+, касаются льгот на энергорынке. Наибольшую экономию в 13 и 18 миллиардов рублей, по оценке группы, даст избавление Русала от платежей по договорам на поставку мощности, ДПМ, пишет газета. По оценке Русала, это приведет к росту энергоцен в Сибири на 12%. Также N+, просит освободить Русал от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Это сэкономит 1,93 миллиарда рублей в год и повысит цены в Сибири на 1-2%. Выгоду даст и переход Русала на свободные двусторонние договоры с Русгидро и Росэнергоатомом. Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области N+, хочет поднять тарифы сетей для населения. Эффект оценивается в 3 миллиарда рублей в год для братского и иркутского заводов Русала. Среди предложений по снижению перекрестки, перенос части нагрузки Русала на всех потребителей ФСК и увеличение тарифов на передачу для прочих потребителей, отмечает издание. N+, также предложила повысить предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на процент. Санкции против Русала в начале апреля Вашингтон ввел новые ограничительные меры против России. Так, в санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаско и Event Plus Group, ГАЗ, базовый элемент и Русал. Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, включая операции с долговыми и долевыми инструментами. На этом фоне началось обывальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе и не затронутых последним ужесточением санкционного режима. Так, Русал за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. Ряд его торговых партнеров объявили о пересмотре контрактов, в частности австрало-британская Риотинта, швейцарский сырьевой трейдер Гленчори, Норс Кедро. Поздне американские власти заявили, что могут снять санкции с Русала, если Дерипаско откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с алюминиевым гигантом. В конце апреля газета коммерсант со ссылкой на источники писала, что Дерипаско начал переговоры с партнерами по Русалу о расторжении акционерного соглашения. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости, инфографика введения санкций против России и ответные шаги. Субтитры создавал DimaTorzok